Очень сложный матч, исходя из общей ситуации, я имею в виду, где мы играли после зимних сборов, как складывались матчи эти у нас. Мы два матча провели в меньшинстве и сегодня, проиграв два эпизода, в первом тайме счет был 0-2. Но игроки большие молодцы, несмотря ни на что, играли в наш футбол и сравняли. Надеюсь, что игра болельщикам понравилась, не только СКА, которые у нас поддерживают, но и болельщикам Краснодара, потому что это футбольный город. И я думаю, что тут умеет оценивать именно саму игру, а не только счет. Поэтому спасибо всем. Ваша оценка результата, вы потеряли три очка или приобрели один? Футбол складывается из эпизодов, поэтому нельзя говорить потеряли или приобрели счет такой, какой он есть. Его невозможно комментировать. Перед этим матчем вы говорили, что в случае поражения вас уволят, а в случае ничьих. Во-первых, у меня есть договоренность с губернатором края. И то, что задача вполне в два года, поэтому я не знаю, откуда идет разговор. Я на это не обращаю внимания. У меня есть полная договоренность, каким способом мы строим команду. Это не значит, что мы не хотим в этом году выйти. То есть мы предложим все усилия, чтобы попасть в тыки. То есть это не говорится. Но определенные договоренности я уже и пронескал есть. Поэтому я до конца понимаю ваши вопросы. Сейчас в целом есть какая-то общая причина, почему Крантол не получается победитель. Все, в частности, стоит. Ну, очень много обстоятельств. Потому что эти матчи, где мы проводили, посмотрите, просто цифры, сколько мы провели домашних матчей. Все-таки наши перелеты и нейтральные поля – это не есть хорошо. Плюс, то, что я сказал, Игорь так складывал, что мы получали красные карточки и теряли игроков. Не взяли тех игроков, которых хотели. Тут комплекс причин. Но есть как есть. И мы, несмотря ни на что, трудимся. Игроки большие молодцы. То есть я вижу каждый день, как они работают. Да, поэтому мы работаем. У меня второй вопрос. Он, наверное, немножечко полушуточный. Наверное, известная история по тому, что походу никакой музыки вы являетесь. Это рок-музыка. Вообще есть ли шанс в раздевалке включить рэп или шанс? У нас нет такого, что у нас не нравится музыка, которая нравится ребятам. То есть у нас играет и рок, и рэп. И поэтому у нас нет определенных ограничений, как и на футболе, как и в нашем стиле игры. Пожалуйста. Ромас Ильич, вопрос за весь сезон. Сначала, если посмотреть выступление Сахарбатовска, с первого тура, да, и по нынешней сезону, можно разделить какие-то, выделить периоды. То есть начали неудачно, потом в этой середине. Удачный период, сейчас опять такая полоса неудачная. На ваш взгляд, это с чем-то связано? То есть это логистика или, может быть, еще какие-то причины? Или это просто случайно стало? Ну, я не соглашусь с вами. То есть вы оцениваете все по счету. Да. Но вы имеете на это полное право. Но если вы проанализируете игру нашу, посмотрите, то, наверное, можно сказать, что у нас нет стабильности. Но мы ни одну игру не провалили. Но были игры, где отрезки, ну, они были не того качества, которого мы хотели. Хотелось бы отрезки именно. И в этом плане нам надо, конечно, стабилизировать игру. Но вы все прекрасно понимаете, что сколько у нас команд существует с нуля, да, и на это по-любому надо время. Поэтому мы работаем и всегда, несмотря на что, работаем над улучшением игры в целом. Ну, я не скажу, что лучше или хуже. Она немножко поменяла, может быть, стилистику игры, да. Но это все зависит от тренера. То есть как тренер видит игру, так он ее и строит. И поэтому зимний период был. И сейчас команда играет чуть другой футбол. Поэтому я не могу говорить, хуже или лучше. По результатам, наверное, лучше, да. Но оценку я давать не буду, потому что, опять же, результат может быть любой. Если можно немножко перефразировать вопрос. К каким сильным сторонам вам приходилось готовиться? То есть особенности этой команды. Хорошо, но мы знали, что они работают хорошо в переходах, очень хорошо влетают, быстро атакуют. Ну, это подтвердилось, да, мы пропустили второй гол. Еще несколько было моментов, за счет чего Кубань атакует. Но мы знали это и до игры. То есть мы видели. Поэтому вот, наверное, это лицо. Да, если так можно сказать. Спасибо.